Сол большое положили. Так, еще поставлю память. У нас сегодня 31 июля. На улицу не пойду, а может только придет. Матушка там нету нигде, да? Введем итог. Господи, слава Тебе! Боже, самый лучший! Единый вечный Бог, Алла Тебе! Отче наш, Ижи и Сын Господи! Посвятится имя Твое! Да принять царствие Твое! Да будет воля Твоя! Хлеб наш насущен нашим здесь! И остави на долгий наш, Я тоже ему и оставляю должников наших! И веди нас в искушение! И избави нас от лукавого! Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки! Аминь! Слава от Своей Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! За молитву Пречистоте Матери всех святых Твою! Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! Аминь! И Божий, милый, сегодня не грешен! И садам, Господи, помилуй меня! Бесчиславис и грешил Господи! Прости меня, грешен! Помилуй, освети дарит Твою Слову истинной молитвы! И путешествующих! Владимир, Малину и Ежеседине! И нас помилуй! И украти буйствующих врагов и Максима! Не дай им желаемого! Но и в судный день не помяни их безумие! Обрати их на путь покаяния! Сохрани наше сокровище дорого на Тоборе! И книги в интернете! За все Тебе слава, Владимир! Аминь! Алексей, путешествующий! Садитесь! Володя снимал! Я очень доволен съемкой! Это все объединено будет! Дорогой, как здесь, и там дорогу спрашивают, и как садятся в вагон! Все хорошее! Люди когда смотрят, конечно... Вот сколько человек не болтает, не нападает, он жареет, уезжает с улыбками, с радостью, обнимается... Они не могут ничего сделать! А почему? Свет побеждает тьму! И эта злодейская тьма, она ползает в сторону! Тут я угнетаю, на меня работают, тут на батюшку работают, так работают... Ягоды брали, это нас работают! А ягоды повезли, говорит, сегодня и вчера! Садись! Садись! Отсюда! Останавливают! Может быть! Не знаю как! Теперь только молитесь, чтобы сохранилось! У меня только один вопрос! Оля вытащила платье и разрезала до колен! Я ничего не могу сказать больше! Я и говорил на эту тему! Теперь я введу новый пункт! Здесь на месте белье проверять, чтобы все было уничтожено, зашито, клин, обставлено, нормально было! Чтобы нам здесь этих садомитов не проповедовать! Это они все придумали для себя! Надо знать! Не просто так! Мода! Как в одни документы говорится, развратим молодежь спортом и модами! Вот здесь ей нельзя! А выходит абсолютно голая! Сейчас придумали, как задница голая, там ниточка какая-то походит, стрингеры эти! Ну голая, ну голая, совершенно голая! И жопа голая, и смеха, ну еще никак не годится! Это не спорт! Спорт это вот у нас вышли во дворе, помахали руками, дыхание восстановили и прочее! Я смотрел в окошко здесь где-то, что-то видел, что-то не видел! По милости Божией, благополучные еще все разъехались! Нигде ничего не было, молились мы совокупно, разногласий не было, в храм ходили, и крещение прошло, все благополучно! Видите, это благословение! А что где-то враг летует, где-то делает, ну что это делаешь? Без этого нельзя! Они даже держат настороже! Для того, говорит, и щука, чтобы карот не дремал! Иначе капот ему! Эти падальщики, они тоже нужны! Где-то падает! А если живое, здоровое, оно идет против течения рыбы! По течению рыбы не идет! Ее туда сносит дохлую уже! И вот уже итог можно подвести! Все у нас есть! Где можно они работали, не бездельничали! Было это так-то! Ребятишечки маленькие где-то! Ну вчера, в последний раз в колхозный сад ходили, брали малину! Вот сейчас здесь с собой не стали никто брать! Берите, берите, сколько она была! Нет! Ну нет, значит нет! Сваривать варенье будет, куда-то пойдет! Вот такое! Тут они где-то бегали! Играли! Какие-то помидоры вчера кто-то принес! Я не знаю, помидоров с тем, наверное! Я около копны положил! Около копны! Я сказал им бетишкам! Они в фуражки наложили и принесли сюда где-то там, на стол положили! Прямо возле этой копны! Так! Ну что ты пришла? Не дождалась рыба! Дальше! У Любы, знаете, эти, натянули палатки где-то! Я думал, что она начнет, а потом увезут! Палатки-то у меня пропадают! У меня не будет палаток! Это не годится! Значит, к Любе пойти узнать, это или своими силами, или на тележке, или я не знаю как! Машину попросить пойти, у барабаша кто-то подъедет! Возьмите за это дело без меня! Не просто так! Что она женщина сделает? Пенсионерка! Значит, выход какой-то надо иметь! Поехали к батюшке! Вот что я не поеду, я оставляю вам! А то, говорят, вы все на себя взяли, и вас не будет, мы не знаем что делать! Значит, батюшке кто-то! Пойдите, спросите так и так! Мы прикрыли как могли от дождя! Главное, это шалаш накрыт, а дальше истекает! Вот, палатки я забираю! Что дальше? Их надо сейчас пройти и везде скинуть! Там, если бы они попало, подсохло, чтобы... У нас еще нет уверенности, насколько они помогли! Сначала к Любе зайти! Какие надо предложения? Кто пойдет? Все! До конца довести это дело надо! Батюшке дальше сразу к барабашам, кто свободен или не свободен! Он на этой неделе, молочник не едет! Он в пятницу ездил! Ну... Значит, и узнать о сетеренции здесь! Как-то на машину! Значит, брать где-то вилы! Ей надо перевезти! Шесть или семь у нее капешек рядом! Батюшке сказать! Уже два раза уже раскидывали! Теперь опять третий раз! Это все лето надо ними копными! И у нее там будто бы... Буря-то была! Раскрылась! Что-то разломала! И надо узнать, как это сделать! Там покупают они... Он как Женя покрывает синим покрывалом! Ей сказать! Чтобы по совету было! Меня нет! Я отошел! Отошел не потому, что как-то... Просто вам надо начинать это все! Я в каждое дело вмешивался маленько! Дайте людям... Перенести свой гнев на другого где-то как-то! Вот! Если все будет благополучно... Сережа, ты свободен! Вот эти дома, два, они разделены были... Рабица! Рабица это моя! Я привозил, покупал... Никто не участвовал! Но она упала, пол... Она упала где-то там в ту сторону... И они наполовину уже заросшие землей! Выиграть всю рабицу! Свернуть она потребуется! Вот здесь! Начинает, туда идет! Где она идет, кончается? Не знаю! А через нее переходить туда нельзя! Там ягоды рядом, приходится плутать туда идти! Плутать! Вот! У тебя как дела? Ну я кашу там... Он сказал, коси! Ты сам смотри, какая работа и предлагай! Не так, что кончил, метелку поставил и стоишь... Так никак не пойдет! Кашу! Ты должен быть активный! Входи в суть! Представь, что тебе это остается все! Не будет там фермера, а ты дальше повередешь! Ты к этому, а? Иначе... А надо так, чтобы отработал 8 веществов! Вы домой! Ни за что не отвечаете! А не так! Непогода! Все! Вырастил! Урожай не могут собрать! Лен собирали весной только! А он каким-то уже... Пятым сортом! И прочее! Обрабатывать! Игорь больше миллиона потратил только на обработку! На траву! А иначе все это заросшее... Я не знаю, как по-другому! Они ее травят, но она, видимо, корень остается опять на следующий год все это идет! Поля-то не чистые! Я не знаю это! Я знаю только, что средства огромные! И когда какое-то совещание было, Игорь говорит, там кто-то встал! Кажется, Женя Долгов! И говорит, а как у вас насчет химической обработки полей? Как вы поправляете средства? Они говорят, Казахстан! В Казахстане было! Они говорят, половина денег платит государство! Половина! Здесь все на них ложится! А половина это 500 тысяч! Это же не 2 рубля! 500 это запредельно! У меня кроме пенсии ничего нету! 7 тысяч и все! Значит, надо войти в эту обстановку! А чего ты так это? Как будто ни при чем! Черт! Готов! Ты серьезно относись к этому? Усерникает сельскохозяйство где-то! Сколько тебе может без работы быть? Беспостоянной! Работа должна быть постоянная! Чтобы ты встал, ты знал там заранее! Готовил место где что завтра будешь делать! А ты что? Лег спать! Спокойный! Довольный! Жест сзади! Целая! И достаточно! Как это там дальше будет! Ты этой красотой никого не возьмешь! Вот! Пожалуйста! Видишь? Это сапоги! Вот она нога! У гяды! Оторвали носок! И все! Еще нету! И благословен Господь! Значит, гляди Игорь! Что делает! Какая работа за какой! Что ты себе записывай! Возьми записная книжка или бумажки были какие-то! А потом сложишь! Чем заниматься? Иерема все знает! Едет Игорь дорогой и говорит! Ну маленько опаздывает! Ну ничего! Иерема там все подоет! Подоет! Загонит! Пацан! Так он уже сколько лет я знаю! Лет пять только работает и на тракторе и на всем! Ему сколько лет? Бенадцать было! Даже меньше! Видишь как! А так просто! Меня не приняли! Сейчас понимаю! У нас здесь уехал брат! Отработал! Все! Я даже не о чем не беспокоился! Так не бывает! Вот они поехали! Сейчас! Какое состояние? Ты возьми их! Неси их! Это называется армина! Плечь армина! И там у него были вкладыши, камни у Аарона на двух по шесть семенов! Израилевых холенов! И он их нес на себе! Вот так неси! Не так что они уехали! Но и баба с воздуха каю легче! А ты их неси на руках! Не зная даже что у них делается! Ежедневно поминай на молитве! Где-то что-то сэкономить! Тебе чтобы претензий не было ни от бывшей супруги! Ни от ребенка! Ни от кого! Насколько возможно в наших силах! Не подавать соблазн! Вот это услышал у нас Галина Алексеевна была! Галина Алексеевна в своей машине! Строго Кузнецкой! И вот это прощался я с Нестором Сифросинии! И давал им наказ, как дальше будет! Что если отец закутит, то другой где спрятаться! И что нужно! Она конкретно выступила! Я говорю, это комментарий, которые бросила на этот ролик! Выставь под роликом! Сейчас написал ей! Она приглашает к себе! И чего она может научить? Она там целый реестр выставила! А почему? Она в педиатрии там где-то связана была! Она врачебным делом занимается! Научить ее вязать! Научить всякому всему! И ухода за детьми подготовить! И человек не рядом! Далее у них там патронируют! Они заботятся о больных! И этому научили! И на горных лыжах научили кататься! 60 случаев лет! Активность! А? Кто это? Галина Веська! Ну была она в прошлом году здесь на своей машине! Такой богатой машина! С Новокузнецкой! 60 случаев лет! Она все шила и шила сидела здесь! И шторки все подобрала! Ты понял? Она только приехала! И она не лишняя! Она буквально везде старалась все узнать! И каким образом захватить! Нынче чего она думала! А там Мария, которая без уйти! Сергеева! Она там где-то под Красноярском! Какой-то город закрытого типа! Зеленоградца или что! Она когда заколет за этим! Съездит туда! Довести сюда! А потом обратно отвезти! А у той денег нету! Дескать! Не может! И она думает! Как кем помочь! Вот это я понимаю вера! Вера живая! И они там священника побуждают! Проповню вести занятия! Благовествуют! Женщины! Мужчин совсем я не видел у них! Может быть в другое время приходят где-как! Сильное гонение большое на Сергея Егоровича Игнатова! У города Угледар, Украина! Он пишет архиереям! Ну как ведут себя во время службы! Базать! Люди не понимают ничего! И он все это говорит! Они его от причастия отлучить! Не сообщают! Ну точно так как с собой! И он говорит! Я теперь понимаю! Как вам было тяжело! А вон везде в монастыре везде едет! Там супер православные! Как меня называла наша архиерея и их хихи! И они не понимают и не слышат еще! Не знают! Ты едешь дорогой и ты не включаешь православные песни! А такие которые сверстся! Косари на лугу там на другое! На ладошке Божьей! Я все прослушал что записано! Записи отличные! Замечательно! И дорогой у вас! И везде! Мне понравилось! Лучше некуда! Сейчас только закончил смотреть! Благословен Господь! Да благословит тебя Господь Сергей! Что ты поехал! Там сделал! И как посадили! Ну все! Ни одного замещания нету! Только вот это разрезанное платье! Вот! Это уже ничего не сказали! Хоть бы кто-то сказал ей! Думаю! Хоть бы маленько сказали! Одно слово! Скажи! Они такие приехали! Я сразу витки в руки и начинаю зашивать! Сам зашивал! Вот так! Тебя там нигде не было! Может и к лучшему! Ты посмотришь когда будет поставлено! Теперь которые хотели записать это! Записали ролик! Готовы по этому делу! По музею! То что там нападает прокурор и прочее! Смотри когда и как и здесь! Ты будешь! Подумай! Изыщи средства! Сделай это дело! Пусти на весь эфир! Новые люди будут молиться! Новые враги появятся! Это означает крикнуть очень громко! Крик о помощи называется! Вот и крикни! Помоги! Не просто посмотрел! Покрутился и на бок! В сельском хозяйстве! В деревне жить! Одним днем не проживешься! Должен думать вперед! Поговорки там все о деревне! Не о городе! С лета готовь сани! С лета! А не когда зима уже упала! И когда про городскую жизнь! Восхищением таким говорит Пушкин, Лермонтов, Некрасов! Особенно Некрасов много говорит! Они видят беды, видят горе! Как помочь этому? Женщина, которая говорит! Коня на колес! А то на ходу остановит! Горячую избу войдет! Это про деревню! В городе там пожарная! Здесь-то никого нету! Тут зачем ходить ей? Ты понял? Вопросы тебе все время! Почему нет у него постоянной работы? Ты сам подумай! Даже у Игоря тоже постоянно! Полгода тоже постоянно! Она на зиму за счет! В другом месте! И нигде ни слова попрети! Ни одного слова! Я вот тут одной сестре уехал и говорил об этом! Еще бы не сказал, она чик в ответ! А мысль даже не засыпилась нигде! Вчера она тут много говорила! Сколько лет там с двенадцати курила! Все время пила! И все! Тридцать три года! А выглядит уже на пятьдесят! Это мимо не проходит! Никак! Это все остается! Да благословит ее Бог! Что мы от этого отстали мы всегда! Мы не должны гной размазывать! Нужно извлечить! А извлечить только покаяние! Я больше к тебе, Виталя, обращаюсь! Да! Ты никуда не на шаг! Ты всегда спрашивай! На завтра какая работа? В какое место идти? Чтобы он увидел, что ты не просто пустоглазый крутишься рядом! Чтобы в глазах жизни нет! Мертвый! Иначе, Иначе, а если будем сено возить, можно Виталя взять? Конечно, можно! Чтобы сведом Игоре сено возить! Он может поднимать! Как сделать? Сейчас, Сергей, сразу только позавтракаем! Первым делом в клюве! Узнаю как! Палатки сразу я пойду снимаю! Потому что там надо, чтобы было прошло! И рядом будут лежать! А ваннаши таких больше не будет! Никатич, так вы говорите, что это... Про алименты, что ли, по полной программе? В общем, ты сам думай, как! По полной, не по полной! Я в этом меньше всего говорю! Что у тебя есть? И говори! Без алиментов, вообще, было бы трудно этим, покинутым! Детё, он мог... В смысле, покинутая? Она не покинутая! Она сбежавшая! А тебе не надо только говорить! Как крыса с корабля! А тебе самому не стыдно, что другой кусок подаёт? Великое ему удовольствие! Характер-то она не может изменить! А ты за это зацепился, а он там, то я потом свободен, могу спать до десяти! Не годится! Вот мне Бог дал это чувство! Когда я обратился, с первого дня, в первый день только я обратился, и сразу же я как обругу поставил, у меня десять детей! А я и не думал жениться! Десять детей должен прокормить! Поэтому, приходя вещам с одной работы, я бросался на другую, на дачу везде! Кому сделать, что... Понятно как? А теперь десять детей-то нет где-то! Если девять десятых пошёл на милостыню! И так, полвека позади! Полвека! Вот представь, что заработал, девяносто, я даже не прикасаюсь! Вот сейчас я еду в город, допустим, а мне кто-то прислал там деньги за книги и прочее! Я даже не прикасаюсь! Беру с собой человека и говорю, что моего отпечатка даже на деньгах не было! А они меня очень хорошо знают, они смотрят, кто тут со мной-то! И забираю, снимаю всё! И снимаю... Это не два рубля! Меньше пятидесяти тысяч почти не бывает! И пенсия за два месяца! Я сразу поехал в город, отдал и не прикоснулся даже! Я хвалюсь моим Господом! Мне он всё даёт! Но я приехал, у меня сейчас пустое! И карточка пустая, и гортишка пустая! Ничего нигде нету! И ни одной копейки, копейки даже не взял! Это совершенно для меня нормально! Без натуги! И я рад, что наконец-то освободился я от этого! Если у меня где-то появляются деньги, мне всё время забота найти истинно нуждающегося! А уже говорить о своём сыне, который... Твоя кровинушка, да... Чего бы я говорил-то? Он тебе бы запомнит! А она будет говорить, что это тот, который новый... Да тебя-то не касается! Это она будет говорить, за это она ответит! А что я? Я отпишу за свои слова! Мне это не касается! Вот сейчас где-то чуть-чуть всё где-то не так! Володя тут за ним ухаживал! Сколько лет ухаживал там, всё делал! На ремонт никак! Вот... Ему не нравится, что мы говорим! И он наконец-то боял! Выверите-ки! Всё! И завещание порвало, как будто его не было! Он порвал здесь! То есть, кого-то где-то ищет! Разве можно так? У нас был человек... Этот домик, который... Не домик, а квартиру... Я покупал для бабушек! Около храма... Через два дома... Никитина 147... Квартира один... И... Человек, который не женился, вообще не был... И квартиры нету! Я сказал... А дом уже на продажу был... Под... Подснос... Пожар был... Я сказал... Вот этому я отдаю! Ну, он немного... Погоя поднялся против... И ушёл к Сарабрясу! Меня это не касается! Да как так? Да он теперь ваш враг? Нет! Он враг сам себе! У меня врагов нету! Враг тогда, когда я его признаю за врага! Только тогда включается знак врага! А так он несчастный человек! Он так ввёл себя... Теперь... Надежда Васильевна оформляет продажу... Риэлтору где-то... Вот как-то это... Деньги нам как будут? Забирайте, что есть! А второе отдай ему! Люди меня не понимают! Как так? Да он так враждебен! В интернете! Против вас! Знаете... Я слышу... Это мимо проходит! Там Роман что-то выставляет где-то... Игнатий Иритик... За что? За то, что я патриарха признаю благословенным... И... Что от него можно брать благословение проще! Только за это у меня Иритиком и везде! Игнатий Иритик... Роман Малыш... Везде! В интернете выставлен! Это меня не касается! Иисуса Христа два миллиарда... Рядом умолящихся... Не признают за Спасителя мира! Два миллиарда там... Других вообще его никак не признают! А это и меня не касается! Но Господь сказал... Гнали меня... Будут найти вас... И лгали меня... Будут лгать и на вас! Мне бы этим заниматься некогда! И все! Вот я остудился... Высадил... По уголовной статье... Что меня посадили... Реабилитировали... Еще я деньги не получил... А это указ вышел... Там... Я уже назначил куда их... Все до рубля... До единого! Закупить Евангелие... Сколько там? Хоть полмиллиона! И все! Отнес на тюрьму! По тюрьму разослал! Это... То, что мне Бог положил! А чего ты дашь-то, когда у тебя ничего нет? А которое это... По гражданской долгой... Одиннадцать лет шел в суд! Выиграл! Два дома получил! А что эти дома-то? Там молятся... Молительный дом... А другая... Рядом в гостинице... Приезжает... За стенкой живет брат... Четырнадцать лет игр жил... Я ни копейки не взял... И не напомнил... Я говорю... Мне некуда жить... Ты примешь себя? Да... Я тебе комнату такую сделаю... А жена... Куда она двинется? Вот так... Это на всякий случай... Так что, братья... Я хвалюсь моим Господом... Запомните... Мое... Я не считаю... Это не заслугой... Ничем... Просто делюсь с вами опытом... Ты умей... По полной программе... А не продавали имение... И куда ли... К ногам апостола... Не десятил... А десяти десятил... Я на это не смог пойти... У меня ничего нету... В кусах хлеба нет тогда... Понял? И ограничения... В пищи все... Я мясо не... А почему? Мороженое никогда выкинем... Почему? Я отвечаю... Дорого... А теперь мне вообще... Даже на дух не надо... Одежду не меня... И вот оно все на мне... Все есть... Вот они, пожалуйста... Мои дорогие сапоги... В них меня и похоронить... Ты мне обещал заламинировать... И на кресло вешать... Я тебе, брат, верю... Все на этом... За стол... По нашему рецепту... Помидоры... Лук... Нарезанный... Только не так его резать... Я показывал так... А... Лука эти... И... Растителя... Масло и соль... Все... Никаких тут огласов... Ничего не должно быть... А эта рыбка... Сейчас... О... Моя окошечка... Сейчас я ей дам... Вот она зашевелилась... Да... За щелку... Смотри... Нету... Неужели все съели... Голова там есть... А... Вот она... Да давай... Подожди... Не секрайся... Не знаю... Посмотри... На... Рыжая... Она уже ждет...